Привет, народ! Пару дней назад в сети появилась новость о том, как 10-летний мальчик со своим отцом попал в экстремальную ситуацию. Они были на прогулке в лесах Днепропетровской области, и отцу стало плохо. Их телефон от мороза разрядился, не было возможности адекватно вызвать помощь, и мальчик несколько часов вез его на санках, пока эти санки не развалились, затем на протяжении 12 часов грел его своим телом, пока их не спасли. На мой взгляд, эта новость очень интересная, и было бы неплохо ее разобрать. Мое имя Сергей Кровец, я инструктор по выживанию. В рамках данного видео мы не будем обсуждать, насколько это было тяжело эмоционально и физически. Мы обсудим список вещей, которые минимально должны быть в кармане у ребенка, и не минимально должны быть в кармане у родителя, если вы выбираетесь на природу. Потому что такая ситуация могла случиться с каждым. Я не вижу здесь критических ошибок. Плохо может стать кому угодно. И на самом деле им колоссально повезло, что ребенку хватило воли, хватило сил спасти своего отца. Будь ребенок младше или будь характер немножко мягче, они бы, честно говоря, оба умерли. Ну что ж, прежде всего обсудим вещи, которые минимально должны быть в кармане. Прежде всего поговорим за ребенка. Выбираясь на природу, прежде всего у ребенка должен быть при себе свисток. Свисток позволяет подавать сигналы на большом расстоянии, не задействуя при этом голосовые связки. Мы проводили тесты, как долго может кричать человек не в экстремальной ситуации, при условии, что он сыт, при условии, что он бодр, при условии, что у него нет ранений. Это, как правило, 5-7 криков. 5-7 громких криков и голос садится. В рамках данной истории у них была метель, у них был снег с дождем, и долго там не покричишь. Свистком можно очень долго подавать сигналы, потому что не задействуются голосовые связки. Второе, что в обязательном порядке должно быть у ребенка, это фонарик. Фонарик может быть какой угодно. Я вам рекомендую не обращать внимания на тактические фонари, не обращать внимания на взрывобезопасные фонари. Не надо брать супер бренды, какого-нибудь дешевого, наключенного или же фонарика под пальчиковую батарейку более чем будет достаточно. Некоторые фонарики имеют режим красного света и режим сигнального маячка. На самом деле это очень удобно. Спасатели очень долго, еще раз, 12 часов, искали их, потому что сложно найти в темноте, сложно найти во вьюгу людей. Их следы быстро замело, и поиски могли занять еще больше. По большей части им повезло. Фонарик. Следующий элемент снаряжения, он спорный, но он должен быть. Это зажигалка. Я тоже был подростком, и я тоже помню, насколько жадно я относился к зажигалкам и спичкам, потому что мне хотелось постоянно поиграться, мне хотелось что-нибудь поджечь. И сейчас я работаю с детскими группами, и я вижу, насколько жадно дети реагируют на огонь. Дайте ребенку наиграться. Дайте ему управляемо пожечь все, что он хочет. Дайте ему пожечь игрушки, дайте ему пожечь книги, дайте ему пожечь деревяшки, дайте ему пожечь разные виды топлива. Сделайте так, чтобы зажигалка перестала для него быть артефактом. Зажигалка позволила бы им развести костер. Костер это не только способ согреться, а это еще способ успокоиться, и самое главное в их случае способ подать сигналы. Потому что искать огонь в темноте куда проще, чем искать два замерзших тела. Следующее. Следующий элемент снаряжения это нож. Я считаю, что 10-летнему ребенку уже пора и можно иметь при себе нож. Нож может быть разный на самом деле. Если мы говорим про походный нож, и мы говорим о том, что данная группа выдвинулась в поход, самый лучший выбор для ребенка и для новичка я считаю Мора 5.11. Это самый дешевый нож, который вы можете найти. Он стоит порядка 200 гривен. Мора 5.11 очень дешевый нож, очень прочный нож. И он прекрасен тем, что он довольно безопасен, потому что у него есть упоры для пальцев. Это если мы говорим про поход, и вы изначально выбрались поход. Если вы выбираетесь на прогулку, то можно иметь при себе какой-нибудь маленький складной нож, который безопасен в кармане, который безопасно носить. Есть даже очень плоские ножи, которые незаметны, которые очень удобны. Да, еще раз, я понимаю, что мы говорим о ребенке. Я понимаю, что ребенку не всегда безопасно доверять нож. История та же. Дайте ему наиграться. Дайте порезать все, что можно порезать. Походите с ним в поход, и пускай он знает, что нож это его личная вещь. Во двор давать не надо. Школу давать не надо. Но если вы собираетесь на вылазку, даже на легкую прогулку, Кстати говоря, большинство потеряшек это легкие прогулки. Если вы собираетесь на вылазку, нож. Это минимальный набор. Это то, что должно быть обязательно. Это обязательно должно быть и у ребенка, и у отца. Есть такое понятие ADC, мы его уже раскрывали в одном из наших видео. По-хорошему, вы тоже могли обратить внимание, у меня на ножах висят веревочки, на фонаре висит веревочка, на свистке висит веревочка, и даже на некоторых зажигалках висит веревочка. Это, на самом деле, резинка. Очень здорово, когда все жизненно важное снаряжение привязано. Так называемые темляки. В случае с ребенком, если мы говорим про какой-нибудь маленький фонарик, это можно повесить на шею. Или же повесить на пояс. Но это должно страховаться, потому что в экстремальной ситуации это все будет теряться. Теперь, что касается отцовского снаряжения. Если вы выбираетесь с ребенком в лес, очень полезно себе собрать вот такую сумочку. В нашем случае это называется сумка-узбогоечка, потому что она позволяет урегулировать все экстремальные ситуации, большинство экстремальных ситуаций. Что это за сумочка? Это набор, в котором находятся все необходимые средства для того, чтобы решать экстремальные задачи. Здесь есть средства для того, чтобы сделать укрытие, здесь есть средства для того, чтобы развести костер, отфильтровать воду и так далее. Что минимальное нужно для вас? Минимальное я бы рекомендовал обзвестись одеялом спасателя. Его можно найти в интернете, его можно найти в эпицентре и в магазинах всяких, которые посвящены туризму. Оно так и называется, одеяло спасателя. Это серебристая материя, сейчас ее покажу. Это шелестящая материя, очень большого размера, она 2 метра на метр 10, бывают вариации, как правило, это 2 метра на метр 10. Что это такое? Это фольга, которая возвращает тепло вашего тела, поэтому ее главное и первое назначение, она позволяет очень быстро согреться. В рамках наших героев, если бы отца закутали в эту шелестяшку, он бы не получил такую степень переохлаждения, которую получил, ну, либо получил гораздо меньшую. Эта штука имеет очень маленький размер, ее буквально можно положить в задний карман джинс, она очень легкая, она очень дешевая, но при этом она многофункциональная. Первое применение, как я уже сказал, это замотаться от переохлаждения. Также ее можно использовать как укрытие. Еще раз, у наших героев был дождь. Ее можно использовать как укрытие, ее можно использовать как носилки, но за некоторым нюансом она будет работать как носилки, только если вы не напоритесь ни на какую ветку, если вы будете держать все уголки вместе. Ну, в рамках данной истории это не очень применимо. Также она может быть использована как емкость для сбора воды и так далее, и так далее, и так далее. Банально просто порезать ее на куски и развесить вокруг места, где вы сейчас базируетесь. эти куски, спасатели обратят на них внимание и будут понимать, где именно им искать. Очень многофункциональная и очень дешевая вещь, одеяло спасателя. Также, если мы говорим про весенние, осенние, зимние выходы, хочу вам порекомендовать химическое тепло. Выглядит это вот таким вот образом. Бывают разные фирмы. Из тех, что мы перепробовали, это самое лучшее, на мой взгляд. Это самое лучшее из тех, что мы перепробовали, возможно, есть лучшее. Что это такое? Химтепло. Это вот такая подушечка, которая находится в герметично запаянном пакетике. Там находится активированный уголь и какой-то катализатор. Идея заключается в том, что когда вам нужно согреться, вы этот пакетик открываете, в течение 10 минут он разогревается до 60 или 40 градусов, смотря какой пакетик, и греет вас. Как их можно использовать? Их можно засунуть в стельки, их можно засунуть в перчатки, их можно бросить за пазуху, их можно приклеить сзади на спину, их можно засунуть в спальник. Если мы говорим про наших героев, было бы очень здорово, если ребенок замотал бы отца в шелестяшку в космодеяло и бросил бы туда несколько химтепла. Несколько подушечек химтепла. Это быстро нагнало ему там температуру, а человек, когда ослабленный, он уже не может сам себя греть. Это быстро бы ему нагнало температуру, он бы, если бы даже и не пришел в себя, то хотя бы при спасении был бы в лучшем состоянии, чем был до этого. Хочу резюмировать эту историю. Я считаю, что ребенок, который смог через это все пройти, и хочу акцентировать даже вот в очередной раз не столько на том, насколько это тяжело физически, а это безумно тяжело физически, сколько на воле. Вы не представляете, как много нужно воли для того, чтобы, оставшись одному в темном лесу, греть собою тело своего отца и не запаниковать. Я снимаю шляпу перед этим молодым человеком. Давайте еще раз пробежимся по минимальному снаряжению, которое должно быть у ребенка и у родителя, когда вы выбираетесь в лес. Для ребенка, начиная от десяти лет, нож, фонарик, зажигалка и свисток. Младше десяти лет я бы ограничился только свистком и фонариком. Для родителя все тот же самый комплект, дополнительный комплект. Плюс еще можно взять с собой подушечки химтепла и одеяло спасателя. Ходите в походы, пройдите хотя бы раз курсы по выживанию, ходите в походы с детьми, получайте удовольствие от жизни, ходите безопасно и до встречи на тренингах.